Доброго дня или вечера, уважаемые зрители. Сегодня мы пойдем на ЧАЭС, я не буду идти на Затон Юпитер, потому как в конце прошлого ролика я спрашивал, куда мне идти, что мы будем делать в конце, в финале. Один человек написал о том, что хотел бы видеть финал в виде битвы за ЧАЭС, но всем было пофиг объявлять войну ЧВК Альфа или нет. Мне в принципе тоже пофиг, куда мне идти, что мне делать. Даже больше склоняюсь к тому, чтобы пойти уже на ЧАЭС и закончить прохождение, потому как врагов у меня остается совсем мало, а именно для меня враг это монолит и чистое небо. Чистому небу можно объявить вообще мир, ибо в самом начале прохождения я говорил, что мое прохождение построено на дипломатии, это особенное прохождение и я такого еще не делал. Обычно я просто напролом гасил всех подряд и вообще редко играю в обычные отношения, такие дела в общем. Для меня ЧВК Альфа Кенты, чистое небо мы тоже делаем друзьями, ну или хотя бы просто нейтралами, вот все, в ноль они к нам ушли. Далее остается монолит, ну и я забыл про осознание, которое находится на генераторах, значит я думаю мы там где-то и закончим. Нужно будет зачистить ЧАЭС, мы закончим по идее на генераторах. С ЧАЭС есть переход на госпиталь, оттуда уже переход на генераторы. Там находится наш финальный враг, так скажем, я предлагаю не сидеть на месте, а уже выдвигаться. Нужно мне купить патронов в эту дорогу, так сказать в последний путь мы с вами идем. Я вообще могу себе позволить пулемет, так, где тут торговец, тут я заселил долг в прошлом ролике. Тут у меня че, проводник, проводник, проводник. То есть нет тут спауна нифига. А это че, ветер, откуда? Странный ветер вот здесь, двор возле парка. Когда они это захватили, мы же вроде выбивали эти территории. Если честно, не совсем понимаю. Короче, я дожидаться не буду, я спать даже не буду. Сейчас я сгоняю на южной территории к торговцу, скуплюсь и можно уже выходить. С этими патронами я точно ничего не захвачу. Заодно сходим на юга, возьмем огромную армию, с которой захватим ЧАЭС. Это же штурм. Недавно мы собирали армию из СБУ, миротворцев, военных, перехватовцев и долговцев, которые рассыпались. Пора новую армию собирать. Обожаю падающие листья. Это офигенно исполнено в метро. Тут тоже в тему сделано. Так, тут у нас ЧВК Альфа. Мы это обходим. Пустяки остаются на ЧАЭС-1. Да тут уже вообще нет баз, лагеря. Вот дальше уже пора идти на ЧАЭС-2. Мы могли бы защищать мелкие территории Елогова, но нафиг оно надо. Давайте лучше зайдем в гости к ЧВК Альфа. Пацаны в ступоре стоят. Наверное, они наслаждаются грозой. Кайфуют стоят. Вот их босс. Почему-то крашнулся он. Крашнулся и лога не дал. Значит, никаких ЧВК Альфа. Тут у нас край локации. Блин, не уйдешь. Я думаю, армии у меня хватит. Тут чисто небовцы штурмуют. Там осознание, там монолит, там наемники, там ЧВК Альфа. Они уже на подстанцию пошли. Альфа достаточно мощные ребята. Не особо получится у них воевать против нас. Допустим, мы им объявим сейчас войну, но они быстро рассыпятся. Это очевидно. Вот другое дело, посмотреть, как они будут двигаться против других группировок. Я планирую сделать прохождение в виде королевской битвы, но на всю зону. Наблюдение без участия в войне. Наблюдение за всем происходящим по всей зоне. Как минимум на несколько серий будет. Там посмотрим. Интересно, жуть просто. Саркофаг, военсталы заходят. Чё? А, не, они отдыхают на подстанции. Тут еще один переход к северной части ЧАЭС. И сразу база. Пусть они туда пойдут, а я слева зайду. Вот. Хоть бери чистое небо в напарники. Вот. Один отряд за мной пойдет. В кого-то стреляет, а в кого? В военных, что ли? Я в напарники там взял военных, сквад. Да, неудобно получается между пацанами. Никак не помириться, блин. Монолит не любят. Монолит стреляет. Думаю, мы вернемся в Колов Чернобыль. Когда-то мы играли за слабый Монолит и обосрались. Бля, опять вылет, а почему? Короче, вылет за вылетом у меня не получается перекидной ЧАЭС. Переходы не рабочие. А если они рабочие, то только с помощью фиксов, которые выходят сейчас в группе или в Дискорде разработчиков. Помню, я пару дней назад пытался фикс, самый последний скинуть, который правит множество неполадок. Так, установил этот фикс. У меня сейвы похерились. Как хорошо, что у меня две копии игры. Так, ну а сейчас на госпиталь, пацаны. Как-то так нас встречает осознание. Стой, серьезно? Осознание же поменяли. Видим новая броня, теперь визуал новый. Зеленый свет стреляет спецпатронами ДУМ. Гаусс патронов больше нет, похоже. Пушка скорострельная, но ЗУМа там нет. То есть не регулируется. Бля, ну моих на переходе убило человек 10, наверное. Ладно, на госпиталь мы сходим по-любому. Тут точка ресурсов, да? Тут логово. Тут база, вот сюда пойдем. Заодно можно и артефакты поискать. И Гаусс пушку подержать в одной руке. Это же Гаусс пистолет. Вот артефакты есть. Наверное, что-то очень дорогое. Это же генераторы. Еще один. Так, смотрим. Морской ежик. Минус 4 радиации, минус 4 свертывания крови. Неплохо. Кровавый цветок. Минус восстановление здоровья, минус сила, минус свертывания крови. Зато плюс 33 брони. Плюс взрыв 40. Электрошок 30. Нифигово. Там плюс 30 радиаций и так далее. Все вот эти воздействия. Так, вместо кевларки можно накидывать. Артефакт имба. Вообще-то Гаусс пушечку нафиг. Ранговая снаряга. Снаряга только моей группировки. Это важно. А это осознание. Ребрендинг им провели. В принципе, неплохо смотрится. Да только отличие от тех же фантомов у них теперь. Это только цвет костюма. Только цвет костюма и все. Типа так все одинаково. Ну и у монолита и у адской инквизиции такое же все. Ну блин. Мне кажется, прошлая модель была более уникальной хотя бы. Ни фигово. Наш взял Гаусс пушку. Я понимаю, что Гаусс лазер. Мне просто насрать. Как назвать это? А бьются они больно. Надо полегче быть. Опять. Короче, да. Они максимально похожи на монолит. На адскую инквизицию. На фантомов. И Га, по-моему, такая же броня, как у этих ребят. И различие между ними это только, мать его, цвет. В какую-то кашу группировки превращаются. У меня такое чувство. Фигачим их, пацаны. Фигачим. Укрытий не хватает. Хоть сохраняться дают уже хорошо. Как-то по-другому их надо уже воспринимать. Это больше не проекции. Они больше не прозрачные. А это реально бойцы, которых нанимали, кормили где-то, держали. Не знаю, как это по канону вяжется. Может быть, в Сталкер 2 это как-то раскроется, да? Мне кажется, что реально. Никаких проекций не было. Никаких. Бля, я почти умер. Военная база. В лабораторию, конечно же, мы не идем. А просто катком по базе пройдемся. Или же пойти. Вообще-то там лидеры находятся, бля. Надо спуститься. Ладно, согласен. На жиры гранату. Скотеняка. Артефакт неплохо держит, я скажу вам. Вояки жару дают. Вы захватываете военную базу. Она по факту становится военной. Возвращаем своей территории. ЧВК Альфа понемногу распространяется. Я уверен, что они со временем схавают все ЧАЭС. Раз уж мы туда перейти не можем, можно будет потом время перемотать и посмотреть там, что будет через время. Мне нужен ваш папка. Кровь тупо не останавливается. С чего бы, да? Мне кажется, артефакт в минус мне идет. Я сдох. Чего бы найти его? Ну, ФЭПС прям нормально так упал. Наша группировка заняла Мехдвор. Мы его что, теряли? Странно. Наши гранатами забрасывают жесткие. Оба, она вылезла. Все, пусто, безопасно. Я не понимаю, где ваш пахан. Тут я был. Что-то подсказывают они здесь все. Опа, некий. Не, ну я-то гранату бросил. Да, это ПОС. О, здорово, мужик. Я не знал, что ты сзади. Ой, мужики. Да еб твою. Не дали пройти. Это, кстати, самый мощный боец в зоне. Представитель осознания самой сильной. Мы это уже проверили. Я же знаю, да, все смотрят ролики. Бля, свет потушил. Чел, не помирай. Мне бы за стеночкой вот тут встать. И постоять чуть-чуть. Жорик выжил? В смысле, Жора? Жора, как ты посмел? Сука. Он мне гранату забросил. Какой же ты хитро... Хитро сделанный, так скажем. Опять бросает петушара. Не, ну та пуля у меня... Блядь. Распидорасило, как вот. Петух там, русский. Сейчас они молодого отправили почему-то. Конечно же, от гранаты ему ничего не будет. Крайне невыгодная позиция. Ему в голову надо попадать. Что ж такое? Половину хп снёс. Вот бы он гранаты не бросал. Смотри, сдох. Он сдох? Или он недобитый? А, конечно. Он спрятался. Граната отскочила. Нечестно. Блядь, она опять отскочила. Вы чё? Издеваетесь, что ли? Петухи тамбурские. Петух! Не, ну он кайфово устроился, падла. Только куда он своего друга ведёт? Не понимаю. Пошёл в жопу. Засядьте у себя там в гей-яме и сидите. Чмо голимая. Ну давай, давай. Выходи по дна. На нахуй. Это откуда вообще? Вот, опять подбирается. В смысле? Эм, думал не замочу. Ладно. Чёткими выстрелами в голову добиваем этого осла. Но там ещё кинтов у него. Да хренич. Нафиг, пошли. Ой-ёй-ёй-ёй. Не туда брошено. Или туда? В смысле? Вот так вот происходит, да. База освобождена. Значит, уже их здесь почти что нет. Ещё немножечко дальше. Мини-карта показывает какого-то чела. Знатно намучились мы здесь. Спасибо. Так, здесь и торговцы, и механики спауниться. Прикиньте. Они плохо. Вон патроны лежат. Ладно, мне такое не надо. Вот чел. И чё? Вроде как всё. Больше никого нет. Остаётся ещё госпиталь. А в госпитале, интересно, лидеры какие-то есть или нет? По идее мрак. А вот, да. На втором месте мрак. Я надеюсь, это будет пятнадцатый лидер. Дабы получить достижение. Ещё мутной чёрной слизи не имеется. Ну, а это аж в тёмной долине. Вообще, не знаю, может сходим. Если мрак не пятнадцатый, то сходим ещё к мутному. Если мрак пятнадцатый, то нахрен нам этот мутный надо. Правильно? Правильно. Так, тут всё, выходить пора. Мы вырываемся, короче. Везде осознание. Не знаю, как здесь мрак вообще мог выжить. Тут же сплошные гаусс-пушки. Боевая единица отключена. Перезвонишь. База ликвидирована. Ну и всё. Осознание убежало куда-то на переход. Мрака здесь не видать. Дорогой, где же ты можешь быть? Тут монолит стоит. Да ну нафиг. Какой может быть мрак? Чувствую, к мутному мы всё же сходим. Тут монолит нору охраняет. Да, это на ЧАЭС-переход. Или на генераторы. Это на ЧАЭС-переход. Даже тут торговцы спавнятся с механиками. Вот это прикол. Удобно. Реально нет мрака. Не знаю. Может быть ему местоположение поменяли. Так что, скорее всего я его уже не найду. Ищем проводника и ползём в тёмную долину. Он именно мутный. Тёмная долина. Десять тысяч переход на юг. Тут всё захвачено нашими. Вот в этом где-то домике должен быть лидер. Но блин. Мутные чёрные слизни. Ну. Корон ещё не уничтожен. Это центральная Припять. Не, ну и туда мы можем тоже сходить. Если чё. Если и мутного не найдём. А по-моему не найдём. Потому что выстрелов нет. Никакой бойни. Чё за бред? Ты где? Ладно, погнали в Припять. Вот оно. В подвальчике своём. Ой, зря. Ой, зря. Чила размотала. Ты кого трогаешь? Ты чёрт. Помним о том, что это очень мощный. Очень мощный боец. Тварь. Ничего сложного. Изично на самом деле. Я бы не сказал, что осознание прям очень мощный. Он мощный, конечно, но если стрелять в голову, точно такой же как Харон. Другое дело, если ты не попадаешь в голову, он успевает регениться. И ещё и убивает тебя, потому что гаус пушка. У этого миниган тоже мощный, но по-моему гаус пушка ещё мощнее у Харона. Вообще, может быть, я ошибаюсь. Может одинаково. Но опять же, я не получаю достижения, ребятосы. На 15 лидеров нет достижения. Ну, ещё мраки мутные, ладно. Я их могу заспавнить. Раз уж такое дело, мы дожидаемся захвата Северного Чаес. Хотя, в принципе, можем не дожидаться. Можем завершать уже. Эта локация недоступна для меня. Да что-то я и не вижу, чтобы кто-то вообще туда переходил. Приоритеты у меня туда стоят. И у Альфы тоже туда приоритеты, я уверен, есть. И у Чистого Неба, и у наёмников. По-моему, там тупо переходы не работают. Ну, давайте же перемотаем время. Второе место занимает Чувака Альфа. Третье военные. Долг четвёртое. Чистое Небо пятое. Монолит шестое. Монолит вывозит чисто из-за того, что они контролят целую локацию на севере. Блин, я бы в окрестностях Припяти побегал. Или на северных холмах. Или же на свалке билдовской. Или же в лесу. Я об этом уже говорил. И кордон билдовский я обожаю. Потому сегодня я выходной, значит, когда записываю. И иду рубиться на стриме в Lost Alpha Extended. Приходите на стримы. Видео выйдет гораздо позже, чем я это записываю, конечно же. Но вы приходите на стримы. Я всех жду. Вот тут побегал бы, что это речка какая-то. Последнее, что я делаю, это спавню лидеров. Всё-таки добить надо их. Смотрите, ещё множество лидеров есть. Просто они мне друзья. Бонтарь, Краузер, Прайс, Соловьёв, Есаулов, Воронин, Данилов, Дегтярёв. Мутный мрак враги. Ну, 15 их точно уже мертвы. Только из 15 этих, возможно, не всех я убил. Кто-то, кроме меня, их точно мочил. Так что... Чё? Да он сдох за 2 пули в их чуру, фляди. Не знаю, как люди могут не убивать лидеров. Но мутного хватает ровно на 2 пули 939 баронебойных. Мрак. Так же, ну, 3 пули, ладно. Нормально. 100 тысяч рублей дают за первого лидера. 500 тысяч рублей дают за пятого лидера. За десятого лидера миллион. И дальше неизвестно. Я думаю, пятнашку уже хоренакнули. Но ничего не происходит. Друзей её убивать не стану. Так что, ладно. Почти уверен, что если накинуть фикс, который в группе разработчиков ЧС начнёт функционировать. В глобальной войне мы будем чё-то продолжать делать. Королевская битва на всю зону в планах. Так что, подписывайся на канал. Нажимай колокол, чтобы не пропустить что-то интересное. Ставь лайк. Переходи в телеграм-канал. Удачной охоты, сталкер. И будь здоров. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok